24 июня 1947 года. Этот солнечный день войдет в историю как начало современной эры НЛО. Американский летчик Кеннет Арнольд полетит на собственном вертолете из города Бойсе. Ему навстречу с невероятной скоростью выскочат 9 серебристых шаров, каждый диаметром 15 метров. В том же районе зафиксируют на пленку необычное свечение. Штаб ВВС США просто завалят подобные свидетельства. 9 июля 1947 года генерал Джордж Шульген отправит в ФБР призыв о помощи. Руководство бюро расследований поставит условие. Получать от военно-воздушных сил неограниченный доступ ко всем без исключения материалам. И генерал пойдет на эти условия. Но идиллия между ВВС и ФБР продлится недолго. Яблоком раздора станет письмо полковника Смита, перехваченное агентами бюро. В резкой форме Смит заявит, что военные должны заниматься настоящими НЛО. А агенты ФБР копаться в мусоре, исследовать подделки, которые в итоге могут оказаться сидениями от унитазов. Фраза про сидения от унитазов выведет из себя главу ФБР Эдгара Гувера. С тех пор бюро будет заниматься летающими тарелками неофициально, вплоть до середины 60-х годов. Некоторые исследователи уверяют, агенты составляли досье на каждого очевидца НЛО. А попытки искать доказательства существования внеземного разума приравнивались к преступлению. Правительство и военные не могли просто объявить общественности, что в нашем воздушном пространстве есть некие объекты, быстрее нас, более маневренные, и мы не знаем, что это. Это было признанием того, что мы потеряли контроль над воздушным пространством, и совершенно очевидно, что такая ситуация неприемлема для любого правительства. Одним из тех, кто, вопреки запретам американских спецслужб, пытался разгадать инопланетную тайну, был Джордж Адамский. Его досье хранится под названием «Детройтский клуб летающих тарелок. Шпионаж». Работник придорожного калифорнийского ресторана уверял, что находится в постоянном контакте с пришельцами. Мало того, он повсюду рассказывал, что космические братья не одобряют ядерное оружие. Спецслужбы восприняли это как подрывную деятельность. Невероятно. Но Адамский посадили в тюрьму. Несмотря на то, что в рассказах Адамский было много выдумки, его слова о предостережении инопланетян по поводу атомных разработок вспомнят еще не раз. Эйзенхауэра предупредили, что он должен постараться и остановить эти ядерные испытания. Но, к сожалению, даже наш президент не смог этого сделать. Не смог остановить ядерные испытания, и бомбы продолжали взрывать. И пришельцы сказали, что нужно остановиться, потому что наносим вред. Я так понимаю, что из-за того, что они были заинтересованы в нашем развитии, они волновались из-за этого. Тимоти Готт, бывший консультант правительства США, автор книг об НЛО, получивших мировую известность. Писатель уверяет, что лично знал того человека, который представил инопланетян двум американским президентам, Эйзенхауэру и Кеннеди. Это был тот самый Джордж Адамский. У него была карточка артиллерии американского правительства, которая давала ему доступ ко всем военным базам не только в США, но и по всему миру. И он работал с военными, представляя им инопланетян. И одним из тех, кому он представил инопланетян, был президент Кеннеди. Были еще президенты. Президенту Эйзенхауэру он также помог. Существует большое количество свидетельств этому. Я называю их другими разумами, а не инопланетянами, потому что это более нейтрально, как мне кажется. Мы не знаем, откуда они прилетают. Они могут быть из других звездных систем, или быть путешественниками во времени, космическими путешественниками. Маккаби посвятил изучению НЛО 30 лет. Он пришел к странному выводу. Спецслужбы почему-то поощряют выдумки об инопланетных пришельцах и даже создают собственные мистификации. Делают это они для того, чтобы отвлечь внимание от реальных данных и сделать тему НЛО несерьезной, смешной, чтобы впредь от нее можно было лишь отшучиваться. Это фотокопия предвыборного плаката 1960 года. А этот человек мог бы стать президентом США. Все в лучших традициях. Короткая стрижка, почти голливудская улыбка. Но его ярко выделяет из других кандидатов необычный лозунг. Америке нужен истинный президент космического века. Независимый кандидат Габриэль Грин объявляет себя телепатическим каналом для передачи сообщений космических хозяев. Уверяет, что поможет человечеству прочитать тайные письмена инопланетян, а также, если его изберут, использовать на Земле экономику развитых космических цивилизаций. Грин уверяет, всему этому он научился у высшего разума, когда путешествовал на космических кораблях пришельцев. Этот человек, безусловно, не глупый. Человек, который, понимая, что за ним нет, видимо, серьезной политической опоры, серьезной экономической опоры, и понимая, что в то время в Соединенных Штатах Америки инопланетная истерия была достаточно высока, вот сделал блистательный, блистательный пиар-код. И этот пиар-код оправдался. Я полагаю, что кризисы военные сделали из этого выгода. Сегодня такого кандидата подняли бы насмерть. Но в 60-х годах, когда в существование инопланетян верит около половины населения Америки, его поддерживают более 100 тысяч человек. Однако он снимает свою кандидатуру в пользу будущего президента Кеннеди. Но уже через два года, баллотируясь в Сенат штата Калифорния, наберет вдвое больше голосов. Вряд ли к такому кандидату отнеслось бы серьезно большинство. Но что, если идея выборов космического президента это еще один эксперимент секретных спецслужб? Вроде радиопостановки «Война миров». И цель этого эксперимента – выяснить, готовы ли люди отдать свои голоса человеку, который исполняет волю инопланетян, а значит, опосредованно подчиниться внеземному разуму. Иначе как объяснить, что уже очень скоро правительственные секретные службы начнут колоссальную программу в отношении НЛО? Суть ее будет заключаться в том, чтобы отвлечь общество от реальных исследований, а взамен наводнить средства массовой информации фальсификациями, которые тут же легко можно опровергивать. Например, политики думают, что если они заговорят на публике об НЛО и пришельцах, они будут осмеяны в масс-медиа. Поэтому стараются избегать этих вопросов. Это может произвести впечатление, что правительство скрывает такие факты, что о людях, делающих такие заявления, часть из них врут, фальсифицируют данные, кто-то из них может иметь шаткое психическое состояние, а кто-то может просто неправильно интерпретировать очень правдоподобный сон или галлюцинацию. Но я думаю, что касается свидетелей НЛО, большинство людей, заявляющих об этом, действительно верят, что это произошло. Сенсационная пропаганда пришельцев и космических кораблей продолжается до сих пор. По мнению ученых, это подрывает доверие к серьезным исследованиям НЛО. Посмотрите, сообщениями о зеленых человечках пестрит желтая пресса по всему миру. Люди уже перестали обращать внимание на сенсационные заголовки. Контактеров с внеземным разумом называют чокнутыми, а из их свидетельств слагают анекдоты. Однако наука не стоит на месте. 7 марта 2009 года с космодрома НАСА во Флориде стартовала ракета-носитель Дельта-2. На ее борту находилась настоящая астрономическая обсерватория со сверхмощным телескопом. Отделившись от станции, она начала поиск экзопланет. Тех, что вращаются вокруг звезд за пределами Солнечной системы, но похожи на нашу Землю. Новые данные поражают воображение. Общее количество экзопланет в галактике Млечный Путь от 100 миллиардов. Из них почти 20 миллиардов землеподобны. То есть теоретически могут быть обитаемы. Мы можем быть уже сейчас уверены, что каждая третья звезда имеет планетную систему. Планетные системы весьма распространены, что обостряет вопрос времени жизни земной цивилизации. В декабре 2011 года космическая обсерватория передала сенсационные снимки. Обнаружена планета, удивительно похожая на Землю. С участками суши, океанами и даже облаками. Ей дали название Кеплер-22Би. По расчетам ученых, средняя температура на этой планете около 30 градусов тепла по Цельсию. Но даже не это главное. Исследования астрофизиков подтверждают. Кеплер вращается вокруг своей звезды на таком расстоянии, что моря и океаны с ее поверхности не испаряются и не замерзают. А если есть вода, значит и жизнь. Там, в принципе, температура может быть от нуля до 100 градусов. То есть там, где существует жидкая вода. Это уже сейчас достаточно для того, чтобы вызвать большую сенсацию. Поскольку таких планет, если и найдено, то по пальцам одной руки можно пересчитать. Астрофизики предполагают, что у экзопланеты есть даже слабая атмосфера. А значит, есть шанс, что на Кеплере существуют не просто бактерии, а развитая разумная цивилизация. Но пока ученые не выяснили химический состав и вес планеты, можно только догадываться, на кого похожи возможные ее обитатели. Если Кеплер легче Земли, то и силы тяжести на поверхности тоже будет меньше, чем у нас. Это значит, что местные обитатели могут иметь самые причудливые формы. Возможно, они похожи на крупных динозавров, гуляющих в тени гигантских деревьев. Они могут быть ростом гораздо выше, чем мы. Они могут и строение скелетной структуры, и костной структуры совершенно отличаться от нас. Она может прочна быть настолько, что для нас это может даже напоминать металл. Однако, если силы тяжести на Кеплере больше, чем на Земле, то обитатели экзопланеты будут карликами. Такие же маленькие гуляют там животные, и невысокие растут деревья. В любом случае, уверены ученые, это совсем иная, не похожая на земную жизнь. Но узнать наверняка, что из себя представляют братья по разуму, в ближайшее время невозможно. Ведь Кеплер находится на расстоянии 600 световых лет от Земли. Так что пока остается ждать, пошлют ли инопланетяне хоть какие-нибудь сигналы. 42 антенны телескопов, 5 миллионов персональных компьютеров из 200 стран мира. Такая гигантская армия пытается поймать сигналы с экзопланет, находящихся в зоне обитания. Телескопы сканируют тысячи звезд, а компьютерные программы, установленные у миллионов пользователей, непрерывно расшифровывают данные. Сети. Это самый масштабный компьютерный проект за всю историю. Его организаторы уверены, контакт с инопланетными цивилизациями – вопрос ближайших 10 лет. Однако многие исследователи с этим не согласны. Много времени ведется постоянный мониторинг сигналов со звезд. Но никому не удалось расшифровать хотя бы одно послание. Я думаю, мыслящие формы жизни, которые опережают нас в развитии на целые тысячелетия, уже не нуждаются в математических символах. Оно способно расшифровать нашу речь. Мы и сами в прошлом делали подобное, общаясь с населением развивающихся стран, где-либо в районе Верхней Амазонки или Верхнего Нила. Мы слышали абсолютно непонятную речь, не такую, как наша. И тем не менее, мы в скором времени начинали понимать их язык. Однако известны случаи, когда сначала были получены сигналы, а потом обнаружена сама планета. Вот она. Эта планета находится в созвездии Тау-Кита на расстоянии 12 тысяч световых лет от Земли. Её обнаружила группа учёных из Австралии, Великобритании и США. И не одну. А вместе с целой планетарной системой вокруг звезды. Но именно эта планета, которой дали буквенное обозначение Ди, находится на правильном удалении от своей звезды. Не настолько близко, чтобы она могла выжечь поверхность дотла, но и не так далеко, чтобы поверхность успела промёрзнуть. В прошлый год нам подарил буквально сказочное открытие 5 планет. И это мы пока только предварительно можем говорить. Кто знает, сколько там на самом деле этих планет. И одна планета, насколько я помню, четвёртая по номеру от звезды Тау-Кита, она действительно находится вблизи зоны жизни. Но самое главное даже не это. Учёные предполагают, что на этой планете может быть вода. А значит и условия для появления живых организмов. Некоторые исследователи считают, что эти организмы вполне могут оказаться разумными. Если есть вода, всё остальное найдётся. Более или менее вся химия вокруг нас и вокруг любой планеты она есть. А вот вода – это очень редкая вещь. В Солнечной системе только Земля богата океанами такими на поверхности. Астробиологи пока с осторожностью обсуждают версии о том, что на одной из планет в созвездии Кита существует разумная жизнь. Однако ещё полвека назад группа американских исследователей была уверена, что в созвездии Кита точно обитают разумные существа. Тогда в рамках проекта ОЗМО группа американского астронома Фрэнка Дейка решила исследовать две ближайшие к нашему Солнцу звезды. Эпсилон и Риадны и Таокита. Она не просто ближайшая, одна из ближайших к нашему Солнцу, но и она Солнцеподобна. Она похожа на Солнце и по возрасту, и по спектральному классу так называемому. Туда направляли радиотелескопы, пытаясь зафиксировать оттуда радиоизлучение, возможно, какие-то зондирующие импульсы от братьев по разуму. Это было ещё в 60-х годах прошлого века. 8 апреля 1960 года исследователям удалось зафиксировать чёткий сигнал из сектора звезды Таокита. Но несмотря на его явную аномальность, специалисты Пентагона заявили, что это не послание инопланетных существ, а обыкновенные сбои в аппаратуре. Исследования почти тут же свернули. Удивительно, но о них вспомнили спустя 50 лет, когда с помощью спектрографов, расположенных в Чили, Австралии и на Гавайях, именно в этом участке обнаружили целую планетарную систему. Возможно, из созвездия Таокита ещё полвека назад удалось поймать сигнал от разумных существ. Ведь астрономы отмечают, что эта планетарная система в два раза старше Солнечной. А значит, местная Таокитайская цивилизация, если она существует, намного древнее земной. Правда, познакомиться с её представителями человечество в ближайшее время не сможет. Ведь, чтобы достичь этой планеты, даже самому быстрому космическому кораблю, понадобится больше двухсот столетий. 2008 год. Австралийский учёный Ракбир Бхатал сообщает сенсационную новость. Ему удалось зафиксировать мощный сигнал, отправленный кем-то из глубин космоса. Этот сигнал астроном принял из соседней планетарной системы. Большинство коллег Ракбиру Бхаталу просто не поверили. Ведь в том районе, на который он указал, не было ни одной планеты, с которой мог бы прийти хоть какой-то сигнал. Однако, через несколько месяцев приборы австралийского астронома снова поймали странный сигнал. Потом ещё и ещё. Бхатал был уверен, что регулярный характер сигналов указывает на то, что на связь с человеком выходят разумные существа. Человек, который сообщил об этом, достаточно квалифицированный. У него вполне современная аппаратура, он вполне грамотный астроном, и трудно заподозрить его в каком-то пиаре или в какой-то шутке. Мало вероятно. Человек вполне серьёзный, аппаратура очень современная. Поразительно, но австралийский учёный, которому поначалу никто не поверил, оказался абсолютно прав. Когда через два года астрономы Калифорнийского университета Карнеги открыли новую планету Глизе 581-G, то сразу же вспомнили о сеансе связи Бхатала. Ведь именно с Глизе, по их версии, австралийскому учёному, скорее всего, и могли поступать сигналы. Естественно, получение такого сигнала, который анонсировался как искусственного происхождения, он, конечно, сразу же эти наблюдения и популярности он этому человеку, этому исследователю тут же дал. Новую планету Глизе 581 астрономы уже окрестили суперземлёй. В рейтинге десяти потенциально обитаемых планет она на втором месте после Земли. Ведь эта планета по своим параметрам идеально подходит для жизни. Она всего в полтора раза больше Земли и в три раза тяжелее. А это значит, что у неё есть атмосфера. Кроме того, по расчётам учёных, средняя температура на Глизе 581-G около 0 градусов. Но за счёт атмосферы она вырастает примерно на 10 градусов. Этот эффект учёные называют одеялом. Мы знаем, что вот такие малые планеты, они, скорее всего, из теории формирования Солнечной системы, что они каменистые. Раз это каменистая, раз она находится в зоне обитаемости и так далее, то потенциально на ней может быть вода. Не просто вода, а вот в трёх формах пар, там, лёд и жидкая вода. Экзопланет, то есть таких планет, как Глизе, на которых, возможно, жизнь сегодня известно более 500. Но ни на одной из них до сих пор не найдены признаки жизни. Однако учёные уверены, разумная жизнь на экзопланетах существует. Астрономы говорят как минимум о пяти планетах в нашей галактике, на которых могут быть разумные существа. Но человеческие технологии поиска внеземных цивилизаций находятся на примитивном уровне. Наука всегда зашорена. Вот мы видим, что есть сто лет назад установленная возможность радиосвязи. Радиосвязь дошла сейчас до великолепного уровня. Но когда говоришь тем же самым учёным-специалистам в этой области, что это не последняя точка, что будут найдены новые методы, они говорят, ха-ха, какие? Некоторые учёные прогнозируют, нам понадобятся тысячи лет, чтобы хоть на шаг приблизиться к инопланетным цивилизациям. А потому лучше искать их где-то поближе. Например, в нашей родной Солнечной системе. Ведь неразумные, но всё-таки живые существа могут обитать и на Марсе, и на Венере. Они словно сиамские близнецы, разделённые после рождения. Они похожи размерами, массой и количеством вещества. Даже скорость и орбита их вращения настолько согласованы, что друг к другу эти планеты повёрнуты всегда только одной стороной. Эти близнецы – Земля и Венера. Внешне имеется в виду по размерам и массе. Да, она сестра Земли. Никакая другая планета из известных нам здесь в Солнечной системе настолько по размерам и массе на Землю не похожа. Но это только по размерам и массе. Всё остальное резко отличается. На Венере настоящий ад в нашем представлении. Воздух, насыщенный едкими парами серы из древних вулканов. Густые ядовитые облака, не пропускающие солнечного света. Ураганные ветра и сильнейшие грозы. Реки раскалённой лавы. Немыслимо высокая температура. Больше 480 градусов по Цельсию. То есть что-то раскалённое, пустыня и очень плотная атмосфера, очень жуткая духота. Ну и, конечно же, дышать там нельзя. То есть атмосфера по своим характеристикам совершенно не похожа на земную. Это углекислый газ, немножко азота. Вся атмосфера Венеры вращается, несмотря на то, что планета вращается очень медленно, атмосфера на ней вращается очень быстро. То есть полный оборот атмосферы на Венере происходит примерно за 4 дня. Казалось бы, о какой жизни на Венере может идти речь? Не для человека уж точно. Однако в замыслах советских конструкторов сразу после полёта Юрия Гагарина в космос созревал фантастический план – отправить человека на Венеру. Руководил программой Сергей Королёв. Советские конструкторы тогда ещё не знали, что на оранжевой планете давление атмосферы такое же, как на глубине 90 метров под водой. А значит, космонавта, оказавшегося там, раздавила бы в долю секунды. Не знали, из чего состоят облака, но ведь облака, они как бы, ну, состоят из воды. Полагали, что, может быть, они состоят из воды, ведь состав был неизвестен облаков. Ну, под облаками там может быть, в общем-то, океан, там может быть условия подобные земным, там может быть жизнь под этим тонусом условиям облаков. Планом великого конструктора Королёва сбыться было не суждено. В мае 1962-го автоматическая станция «Венера-1» прошла в сотни тысяч километров от планеты целей. Больше никаких данных с аппарата не поступало. Связь с ним была потеряна. Последующие запуски межпланетных станций также не увенчались успехом. Аппараты достигали поверхности Венеры, но из-за сильного солнечного излучения электроника выходила из строя, и данные исследований на Землю не возвращались. Были такие предположения, что это мир, как бы, юность нашей Земли. Там, вроде, динозавры, там гигантские растения. Вот что-то типа нашего мезозойского периода. Вот что представляла собой Венера по представлению ученых. Но сам факт, что действительно, когда начались реальные попытки совершить посадку на Венеру, то первые три станции, Венера-4, Венера-5, Венера-6, они были раздавлены атмосферой Венеры. В 1970 году седьмая по счету станция Венера впервые совершила мягкую посадку на ночную сторону планеты и впервые передала точные данные о давлении и температуре на поверхности. Именно тогда советские ученые и узнали, Венера вовсе не сестра Земли, а ее полная противоположность. Стало понятно, что отправлять пилотируемый корабль на Венеру нельзя. Даже снаряженный по последнему слову космонавтики человек не выживет в таких условиях и секунды. Но оранжевая планета скрывала еще много тайн. И на многие вопросы ученые так и не получили ответа. В 1982 году космический аппарат Венера-13 впервые передал цветное изображение с поверхности оранжевой планеты. Космический зонд вместо запланированных 30 минут работал рекордные 2 часа и 6 минут. Вряд ли кто-то тогда посмотрел этот фильм до конца. Но недавно российский ученый Леонид Ксен-Фомолити решил внимательно изучить пленку. Те группы, которые проводили эксперименты и так далее, они опубликовали первые панорамы Венеры. А весь остальной материал хранился в архиве на магнитных лентах и так далее. Леонид Васильевич поставил довольно интересную задачу. Он поднял эти данные, он их обработал по-новому. И получив эти новые панорамы Венеры, он там сделал целый ряд интересных и неожиданных выводов. И каково же было его удивление, когда он обнаружил, что на Венере могут быть обитатели. На записи они необъяснимым образом то появляются, то пропадают. А значит движутся. Это самый большой из замеченных объектов. Почти 17 сантиметров в длину. Присмотритесь внимательно. Он напоминает скорпиона. Появляется из почвы через 90 минут после включения камеры. И под ним видна тень. Но еще через 26 минут на снимке его уже нет. Однако осталась канавка в грунте. Некоторые исследователи считают, что во время посадки модуль создал сильный шум, разогнав обитателей Венеры. А спустя время, когда все утихло, венерианские скорпионы снова вернулись. Кроме этого, другим экспертам удалось разглядеть на пленке венерианское существо, похожее на земную улитку. Однако большинство ученых резко критикуют эти выводы. На их взгляд, все это можно объяснить дефектами пленки. А венерианские скорпионы на записи, скорее всего, отвалившаяся при посадке крышка объектива. Ведь на Венере не смогло бы выжить ни одно живое существо. Если определиться, что это такое, что нельзя объяснить, ну ничем. Ну ничем. Ни дефектами, ни там. Ну ничем. Ну тогда надо, да, придется признать, что мы зафиксировали на Венере нечто необычное. Идею о том, что на Венере может существовать жизнь, недавно поддержали ученые Техасского университета в Эль-Пасо. Они считают, что венерианские обитатели скрываются в кислотных облаках, укутавших планету. По расчетам исследователей, на высоте 50 километров температура падает до 70 градусов, а давление приближается к такому, как на Земле. Это значит, что появляются приемлемые условия для выживания. Потенциально может существовать форма где-то в облаках, потому что там, тем не менее, очень мало, но есть пары воды. Хотя среда очень агрессивная, там есть и соляная кислота и так далее, но это не исключает, в общем-то, какие-то экстремофильные, так называемые, формы жизни. То, что у нас там в каких-то очень соленых средах, например, существует, либо где-то там глубоко в Земле, либо глубоко в океане, там вот эти черные окурищики и так далее. Сторонники теории жизни на Венере указывают на некоторые любопытные данные. Например, молнии и солнечная радиация на оранжевой планете должны создавать огромное количество окиси углерода. Но по факту в атмосфере ее почему-то очень мало. Значит, углерод кто-то расходует. Больше того, на планете содержатся сероводород и сернистый ангидрид. Эти газы должны взаимо уничтожать друг друга, если только их кто-то постоянно не воспроизводит. Кто может расходовать углерод и постоянно выделять несовместимые газы? Возможно, неизвестные венерианские микроорганизмы. Ведь доказано, что бактерии, первые жизненные формы на Земле, вели себя точно так же. Наверное, искать на Венере жизнь земного типа не стоит. Но даже в таких условиях, зная цепкость жизни, ее многообразие, жизнь существует и в Антарктиде при температуре минус 50 градусов, и на экваторе при температуре плюс 50 градусов, зная эту, как сказать, цепкость жизни, не исключено, что даже на Венере какие-то типа живых существ на уровне микроорганизмов могут существовать. Некоторые исследователи считают, что искать жизнь на других планетах по принципу сходных условий обитания на Земле – заблуждение. Вполне возможно, что некоторые формы жизни могут существовать даже в таких условиях, которые, казалось бы, с жизнью несовместимы. И доказательство тому – здесь, прямо под этим дном, Тихий океан, тектоническая платформа Хуан-де-Фука. Ученые находят здесь невероятно жизнестойкие микроорганизмы, которые способны выдерживать огромные температуры. Кроме того, эти бактерии могут существовать без кислорода и при невероятно сильном давлении, то есть в таких условиях, как на Венере. В жерлах подводных вулканах обитают бактерии, которые выдерживают температуру, близкие к этому. И что самое интересное, они при минус 80-90 градусах уже полностью замерзают и не живут. Поэтому встретить их в нашей обыденной жизни нельзя. А на раскалённой плите они бы с удовольствием жили. Если предположить, что из таких бактерий на Венере могла зародиться жизнь, то как выглядят эти существа? Чем они питаются? Как перемещаются? Ведь из-за высоких температур они просто не могут состоять из белка, как люди. Биологи предполагают, что в основе венерианской жизни может быть кремний. Кремний углерод, он по валентности 4-х валентный. И получается так, что углерод могли бы заменить кремнием во многих соединениях, вот так, в процессе эволюции он мог бы замениться. И тогда жизнь была бы именно кремниевая. Потому что соединения были похожи чем-то, идентичные. Но они могли бы выносить очень высокие температуры, эти органы. Недавно учёные сделали сенсационное заявление. Клетки способны выживать в жёсткой космической среде. Это показал уникальный эксперимент Биориск, проведённый на борту МКС. Контейнер с биологическими образцами выставили в открытый космос на полгода. Результат превзошёл все ожидания. Какие-то споры, какие-то лишайников, какие-то биологические образцы. Но самое, скажем так, высокоразвитое из этого – это личинки африканского комара. Вот потрясающе то, что когда они их вернули на землю, они ожили и вылупились комарами. То есть в условиях безвоздушного пространства, радиации, в условиях вакуума, перепада температур, они выжили. То есть земное там выживает, возвращается на землю. Этот эксперимент обрадовал сторонников теории о том, что на нашей соседке Венере существует примитивная жизнь. Исследователи предполагают отправить туда автоматическую станцию, которая сможет исследовать эту планету несколько лет. Однако такой эксперимент может состояться нескоро. Ведь все силы и средства многие государства тратят на исследование совсем другой планеты, где можно обнаружить не просто живучих микробов, а разумную жизнь. Древние китайские астрономы называли эту планету «огненной звездой». За красный цвет, напоминающий о крови и пожарах. Древние греки дали ей имя Марс в честь бога войны. Нешуточные бои разгораются сегодня вокруг этой планеты. Ученые всего мира бросают все силы на ее изучение. А некоторые страны заявляют, что уже в ближайшие десятилетия обоснуют там первые колонии. Откуда такой интерес именно к Марсу? Многие исследователи уверены. Столько внимания этой планете уделяется потому, что велика вероятность обнаружить там разумную жизнь. Марс – это, знаете, бесконечная тема. Это объект номер один. Вот в исследованиях, в поисках жизни вне Земли, в принципе. Что-то там у нас на Земле произойдет, и мы всегда должны иметь некую запасную площадку. То есть это может быть Марс. Ноябрь 2011 года. С американского мыса Канаверал стартует ракета «Атлас-Ви». Она выводит на орбиту самый большой, технически сложный и дорогой зонд, который когда-либо запускали в космос. Эти кадры облетают весь мир. Космический аппарат новейшего поколения «Кьюриосити» совершает посадку на Марсе в кратере Гейла. Вот так выглядит кратер Гейла. Он представляет собой воронку диаметром 150 километров, внутри которой находится 5-километровая насыпь из осадочных пород. Удивительно, но по мнению ученых, эта насыпь могла образоваться в результате течения одной из древних марсианских рек. Гипотеза о том, что на Марсе когда-то вообще могли быть реки, долгое время считалась антинаучной. И только когда марсоходы НАСА, «Спирит» и «Оппортюнити» прислали на Землю изображение, это предположение подтвердилось. На Марсе действительно текли реки. Благодаря автоматическим зондам было установлено, что в юго-западном полушарии, в кратере Эберсвальде, есть древняя дельта реки, площадь которой 115 квадратных километров. А сама река, намывшая дельту, имела в длину более 60 километров. Они обнаружили речную гальку, которая, во-первых, она, по-видимому, водой переносилась и так далее. У нее круглая форма, скажем. Это значит, что чем-то она обрабатывалась. А во-вторых, она вот в этот грунт, ну, такое ощущение, как забетонирована. То есть то, что у нас, наверное, в горных ручьях, когда там на какое-то время пересыхает, то мы видим вот эти вот остаточные русла. Ну, и из химического анализа они тоже видят соединение, которое, в общем-то, наиболее эффективно формируется, когда в присутствии воды. Но самое удивительное, возможно, в кратере Гейла до сих пор есть вода. На снимках, сделанных марсоходом Opportunity, видны темные полосы на склонах холмов. Некоторые исследователи предполагают, темные полосы – это жидкая соленая вода. Она появляется во время марсианского лета, а к зиме исчезает. Потоки как бы обтекают препятствия, сливаются и расходятся. Некоторые ученые считают, это говорит о том, что на Марсе были не только реки, но и моря. Сегодняшние данные, чем дальше, тем больше, это неопровержимо подтверждают. И данные марсоходов, и данные орбитальных аппаратов обнаружили нечто напоминающее береговую линию. То есть когда-то были там не только реки, были моря. Ну, как минимум, озера точно были. Но, скорее всего, были и моря. Значит, была вода. Сегодня это подтверждено, что не только углекислота, а вода самая настоящая. Но если на Красной планете когда-то были реки и моря, значит, там была жизнь. Ведь вода – главное известное нам условие возникновения жизни. Ученые надеются, что марсоходу последнего поколения Curiosity удастся то, что не смогли предыдущие автоматические лаборатории. Найти жизнь. Curiosity – это целая лаборатория. Собственно, у него первое название – это марсианская научная лаборатория. МСЛ, так называемая. А потом уже был объявлен конкурс и дали название Curiosity. Любопытство или любознательность. А так это… Там очень много всего. Там можно провести разные эксперименты на борту. Он берет, там измельчает, проводит всякие анализы и прочее, прочее. Это очень интересная программа. Дорогая, но она того стоит. Тимоти Гуд, бывший астронавт НАСА, уверен. О том, что на Марсе существует разумная жизнь, в аэрокосмическом агентстве давным-давно знают. Он считает, что все реальные открытия, которые сделаны НАСА за последние полвека, на самом деле засекречены. В моем понимании НАСА было создано десятки лет назад как прикрытие для реальной космической программы, которая, по моей информации, курируется космическим подразделением ВВС Соединенных Штатов Америки. И НАСА, они, конечно, получают миллиарды долларов, и они выполняют многое, действительно большое количество полезной работы. Но настоящая работа происходит за ними. И там происходят такие вещи, о которых мы даже и не слышали. А курируют эту работу именно космическое подразделение ВВС США. По мнению Тимоти Гуда, марсоход Curiosity сегодня это главное действующее лицо, но уже современного грандиозного спектакля. И задача этой постановки скрыть истинную цель марсианской миссии. 13 ноября 2012 года ведущий ученый программы Curiosity Джон Гротцингер в эфире Национального общественного радио сделал сенсационное заявление, поднявшее на уши весь мир. Данные, полученные марсоходом Curiosity, войдут в учебники истории. На планете обнаружена жизнь. Подробности ученый пообещал озвучить на открытии 45-го Конгресса Американского Геофизического Союза в Сан-Франциско. Но вместо Гротцингера на конференции с отчетом почему-то выступил исследователь Пол Махефи. И вместо сенсации сообщил о ее отсутствии. Марсоход не обнаружил никаких органических веществ, которые бы указывали на признаки марсианской жизни. Однако многие исследователи уверены, не мог серьезный ученый бросать слова на ветер. И подобное происходит не первый раз. Когда Кюрёщики высадился недавно на Марс, только стал ползать, и вот там галька, дно ручья, и после этого в пресс-конференции НАСА встает какой-то ученый и говорит, есть основания полагать, рассмотреть вопрос о том, что может быть это была вода. Понимаете, да? Не заявление о том, что так есть, а это формулировка некой позиции, которая позволяет либо согласиться с этим, либо отрицать, это использовать как угодно. есть основания полагать. А у других есть основания полагать, что там серо-жидкое текло. Ну вот, а правда-то где? Где вот была на Марсе вода? Не верит заявлениям НАСА и бывший биолог космического агентства Гилберт Левин. Ученый уверен, что жизнь на Марсе удалось обнаружить еще в 1976 году, когда на Красную планету высадились американские аппараты Викинг-1 Добытый на Марсе грунт тогда поместили в так называемый куриный бульончик, питательную среду, которая должна активизировать бактерии. Результаты эксперимента тогда просто потрясли биологов. Они взяли образцы грунта, поместили в этот питательный бульон, и пошла бурная реакция. Но она иссякла. И вот теперь думайте, либо это просто химическая реакция в результате сколько угодно таких вещей, либо их бактерии стали есть наш бульон и просто подохли, потому что это не марсианский бульон, а земной. Он к ним не подходит. Несмотря на то, что биологи, участвовавшие в этом эксперименте, были уверены, что активизировались именно марсианские бактерии, руководство НАСА это отрицает. По официальной версии, якобы газ образовался в результате химической реакции грунта и питательной среды. А это не свидетельствует о наличии жизни на Красной планете. Ученые европейского проекта Марс Экспресс недавно обнаружили на Марсе сенсационную находку метан. Его наличие свидетельствует в пользу жизни на планете. Наличие бесцветного газа определил специальный спектрометр. На земле метан формируется отнюдь не частично он а биологическим способом, то есть из органического средства, а частично биологическим. То есть вот коровы живут, там траву и так далее, они выделяют метан. Когда мы видим метан вот где-то на другой на Марсе, то сразу стал же вопрос, как же он образовался, то есть сколько коров нужно, чтобы вот столько метана на Марсе, либо он каким-то абиологическим способом. Однако вскоре НАСА сообщает, что марсоход Curiosity в атмосфере Марса метан не обнаружил, а значит нечего думать и о существовании живых организмов. Удивительно, но это заявление противоречит результатам не только исследований полученных с телескопов, но и спектральному анализу проекта Mars Express. То, что когда-то на Марсе была жизнь, подтверждают многие эксперименты. Например, изучение марсианского метеорита ALH 84001. 17 миллионов лет назад ударом астероида с поверхности Марса выбило осколок. Столетия он дрейфовал в космосе, но затем все-таки попал в зону притяжения нашей Земли и упал в Антарктиде, где через 10 лет его нашли. Но тут произошло нечто странное. Вместо научных открытий находку игнорировали более 8 лет. До тех пор, пока группа исследователей НАСА без ведома руководства не начала ее изучать. Каково же было удивление ученых, которые в карбонатовой части метеорита обнаружили яйцевидные структуры длиною в несколько нанометров. Это, по их мнению, не что иное, как окаменелые остатки марсианских микроорганизмов. А совсем недавно известный астробиолог Ричард Говер опубликовал сенсационную статью. Ученый утверждает, что тоже обнаружил на метеоритах следы внеземных микроорганизмов. Он нашел при помощи вот этой электронной микроскопии некие следы простейших окаменелостей неких простейших бактерий и так далее. Ну, это значит, что эти бактерии прилетели откуда-то из-за окружающего нас космического пространства. Причем возраст этих метеоритов достаточно древний. По-моему, один из них чуть ли не старше Солнечной системы. НАСА подобные находки отрицает. А недавно Департамент национальной безопасности США применил меры повышенной секретности ко всему, что связано с изучением Марса. Чтобы продолжить работу в агентстве, сотрудникам лаборатории реактивного движения поставили ультиматум. Либо они соглашаются на проверку ФБР, либо уходят с работы. Аэрокосмическое агентство постоянно все отрицает, а любые доказательства существования жизни на Марсе отвергает. Военные эксперты считают, что космическая программа НАСА контролируется на самом высоком уровне. Дело в том, что космос сегодня предотвратит такую среду, которая определяет возможность ведения вооруженной борьбы на Земле. Поскольку космическая компонента систем разведки, наблюдения, связи является основой любой современной армии. Безусловно, космос очень серьезно влияет на политику, и тот факт, что сегодня Соединенные Штаты Америки имеют порядка 400 спутников, в значительной степени определяет их широкое влияние. Аэрокосмическое агентство США собирается расширить программу изучения поверхности Марса в 2016 году. Планируется высадить на планету еще один космический аппарат под названием «Инсайт». По оценкам специалистов, НАСА знает, во что вкладывает деньги. Программа полета американцев на Луну стоила бешеных денег, но выиграли больше. Вот те технологии, которые были развиты, микропроцессоры, которые в конечном итоге привели к формированию персональных компьютеров, сотовые связи, это все имело корни там. Вот удивительное, новые вещества, те же скафандры, которые разрабатывали для космонавтов, то есть каждый доллар вложенный туда, он окупился трижды. 49 градусов 19 минут и 73 секунды северной широты, 29 градусов 33 минут и 53 секунды западной долготы. Этот адрес на красной планете посетили 400 тысяч земных гостей. Именно такое количество просмотров получил ролик, размещенный астрономом-любителем Дэвидом Мартинесом в интернете. Разглядывая фотографию Марса, сделанную со спутника, он наткнулся на необычный объект, похожий на космическую станцию. По расчетам исследователя, сооружение имеет довольно внушительные размеры, более 200 метров в длину и 45 метров в ширину. Выглядит как цилиндр, окрашенный в белый цвет с синими и красными полосками. Мартинес предполагает, что это лишь верхняя часть гигантской подземной постройки марсиан. Эксперты НАСА отнеслись к этому обнаружению скептически. По их словам, произошел сбой в работе камеры спутника, вызванный влиянием космического излучения. А значит, различные сооружения на Красной планете просто иллюзия. Возможно, это действительно так. Но зачем тогда аэрокосмическое агентство само создает оптические иллюзии? Это официальные съемки Марса, сделанные Curiosity. Ощущение, будто все выкрашено в сепию. Даже сам вездеход, который на Земле был синим, на съемках с Марса вдруг стал красным, а белые полосы на американском флаге розовыми. Зачем сотрудники аэрокосмического агентства меняют цвета на снимках? Для чего синее марсианское небо перекрашивают в красный цвет? Посмотрите, вот так выглядит восстановленный реальный марсианский пейзаж. Насчет неба, разукрашивание только такой малёгкий, безобидный, можно сказать, пример. Масса других вещей есть. Когда Кирёй сел там сразу два НЛО было в кадре, а дальше он путешествовал кадры, это небо-то показывали, всё время показывали, каждый день в интернете, онлайн, ничего же не показывают, а может там их пачками летает НЛО, мы не знаем. разукрасно надо в целом вернёг, в целом вернёг, она подземнена -врызг, подземнена Продолжение следует... 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 Продолжение следует...